Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, Отец Назарий. Сегодня мы продолжаем тему церковного поминовения. И когда человек приходит в храм и желает записать записку о здравии и упокоении, возникает вопрос, а как это правильно сделать? Какой там должен ли я нарисовать крестик на записке? В каком падеже нужно написать имена? Что нужно указывать? Нужно ли указывать возраст? Там, отрок, младенец, или если мы пишем записку о упокоении, нужно ли писать новоприставленный? Да вообще, что это означает? И вообще, насколько это важно при написании записки указывать такие детали? Или, например, как быть, когда ты хочешь записать своего близкого человека? Ну, вот, например, у меня есть сестра троеродная, ее зовут Олесь, и вот ты хочешь написать в поминовение имя Олесе. Тебе человек, кто сидит на записке, говорит, нет такого имени, мы не можем записать. И немножко возникает ступор. А что делать? Я не знаю, с каким именем крестили вот моего родственника, моего близкого человека. Ну, я-то знаю, с каким именем крестили мою сестру. Но вот другой человек может и не знать. Или вообще человек желает записать записку и вообще не знает, а крестили человек или нет. Особенно это бывает, когда пишем записку упокоения про бабушки, про дедушек. И никто из близких даже не знает вообще, крещены они были в то время или нет. И вот на вот эти вопросы мы постараемся сегодня ответить с нашим сегодняшним гостем, настоятелем храма в честь иконы Божьей Матери Знамени Иреем Павлом Сазиковым. Отец Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Отец Назарий. Здравствуйте, дорогие телезрители. Отец Павел, вот первый вопрос, он, опять же, может показаться очень таким примитивным, но мне кажется, что человек так или иначе, который приходит в церковь, с этим сталкивался и задумывался над этим, как правильно написать записку о здравии и о упокоении. Наша сегодняшняя беседа, я так понимаю, вообще будет крутиться вокруг имени. Да, все правильно. Но феномен явления имени, это вообще-то не так просто. Хотя, конечно, датировка первого появления имен 3000 лет до нашей эры, но мне кажется, что-то гораздо раньше. Мы с вами знаем Адам, Ева, Тускай, Навик. Во многих народах люди приписывали именам какие-то особые свойства, даже магические. Считалось, что, зная имя человека, можно на него как-то повоздействовать. Поэтому многие люди, это глубокая дохристианская эпоха, конечно, там язычество, там все, да. Многие люди принимали, брали себе два-три имени или больше даже. Поэтому для всех он, ну, образно говоря, Александр. Адам, он, Юрка. А дети вообще знают его, как Святослав. Почему? А чтобы никто не наколдовал. Вот такая вот история. Нам это кажется смешно современным людям, но люди так жили. Люди действительно вкладывали глубокий смысл в имя. Считалось, что имя являлось неотъемлемой частью человеческой индивидуальности, человеческой постаси. Может быть, это не так уж и несправедливо, но тем не менее нужно понимать, что нам, христианам, да, нужно понимать, что, зная имя, повоздействовать на человека невозможно, не в имени дело. Потому как колдуны имеют доступ, ну, колдуны, колдуны. Колдуны — это служители бесов, то есть бесы, прямо скажем, да, имеют доступ к человеку какому? Который удалился от Бога. То есть он не просто грешник, а он такой махровый, он так удалился от Бога в своих грехах, что уже бесы начали его прям донимать, прям явно нападать. И многие люди удивляются, как так? Ну, я же, я не украл, не убил, я вроде живу, как все, а почему же у меня вот в квартире что-то творится, мне плохо, я не могу спать, у меня там еще какие-то вещи. Да, и когда приходишь, например, на освещение жилища, то до половины пакета выбрасываешь всяких предметов. Да, вот мне дети подарили, да это я с курорта привез, то башки какие-то языческие, то какие-то символы, то какие-то, этот, год там чего-нибудь, какого-нибудь зверя. Да, лягушки на монетах сидят, которыми деньги ура стали, пузатые человечки такие с мешочком, надо обязательно пузо потереть, это один из обязательных атрибутов человека, который хочет быть богатым. Котик, да? Котик этот. Да, да, да. А на самом деле он говорит, иди работать, иди, иди работать. Вот. И вот когда человек обкладывается вот такими амулетами бесовскими, потом, почему он удивляется, что бесы к нему имеют доступ? Он же их зовет. Все. Вот. Вот таким вот образом. Поэтому ты можешь 10 имен взять себе, креститься вообще 11-м именем, но если ты будешь жить далеко от Бога, ты будешь жить рядом с бесами. Ну и тогда не удивляйся, что они тебя царапают. Вот. Такая вот история. Это по поводу имени вообще. Ну, конечно, подобная вещь проникала, ну, народ, ассимиляция взаимная, да, ассимиляция культур, философских взглядов, религий и так далее. И такая вещь проникала и в богоизбранный народ еврейский, и в такое вот учение полуоккультное, может быть, Каббала, да, на основе Тора, на основе Священного Писания. Вот. И, соответственно, отсюда возникает такое учение о тетраграмотон. Истинное имя Бога, да. Да, 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 да. Которое никто не может прочитать, это действительно так, потому что огласовка истинная утеряна, поэтому заменяется словом Адонайи, да, мы с вами знаем, кто не знает, теперь вы знаете. Вот для этого наша передача. Вот. И почему скрыли имя Бога? Почему вот эта огласовка была утеряна? Она намеренно была утеряна, чтобы люди не могли произнести истинное имя Бога. Потому что казалось, богословом того времени, или кто там, да, это все делал, что если человек будет знать имя Бога, истинное, то он схватит Бога за бороду и заставит его делать то, что ему надо. Ну, это же глупость. Но вот сознание того времени человеческого было вот таким. Суеверие, конечно, суеверие, суеверие. Но суеверие, оно преследует нас по жизни, оно постоянно с нами. Очень часто, очень часто мы пытаемся схватить Бога за бороду и заставить его делать так, как нам надо. Поэтому вот когда мы, как на прошлой передаче говорили о записках, там, о молебнах и прочее, да, тут ведь не в том дело, что ты написал записку, подал милостыню вместе с этой запиской, да, и что, ты заставишь теперь Бога делать так, как тебе надо? Ну, это же странно. Вот, да, конечно, Господь говорит, что по вере вашей будет вам. Он говорит, что когда молитесь, когда просите, верьте, что получите, и будет вам. Да, Он говорит это. Но при этом мы же с вами понимаем, что Бог, Он же вообще-то свободный. У Него тоже есть, если хотите, право, да, поступать так, как Ему кажется правильным и нужно. Вот. И у Него, представляете, есть право любить нас так, как... Не как мы себе это представляем, а так, как нужно по-настоящему. У Него есть такое право. И нам нужно с этим смириться, да. Ведь мы, когда наказываем детей, да, мы же их любим? Конечно, любим. Потому что если не наказать, Он погибнет. Душевно или телесно. И мы имеем право любить детей не так, как они хотят? Конечно, имеем. В разумных пределах, само собой. Но Господь Сам есть разум и любовь. Он знает, что делает. Отец Павел, но вот мы же, когда все-таки пишем записку, все-таки же обращают внимание именно на то, с каким именем был крещен человек. И всегда поправляют, особенно если этого имени нет в связи. Все-таки нас уделяют этому внимание. Ну вот насколько вообще важно людям знать, что их близкие крестили с другими именами. Вот как, например, быть. Вот человек пишет записку. Там, Алена, Алина, там, Олеся, Станислав, там, Юрий когда-то. Но сейчас уже есть, да, святой новомученик тоже у нас, Юрий. И много-много-много других имен, в том числе имена из других языков, там, я не знаю. Из других традиций. Из других традиций, да, там, армянские имена, грузинские, там, английские, американские, те же самые, там, Майкл, например, какой-нибудь, да, Михаил по-нашему. Вот, ну, как правило, на самом деле, когда записываешь такие имена, в регистратуре, кто пишет записки, у человека сразу глаза круглыми становятся, а православное имя вы не знаете, с какими именем его крестили. То есть, все-таки, здесь мы видим, что это важный момент. Но почему он важный? Или все-таки мы немножко преувеличиваем вот значение того, насколько важно знать, с каким именем был крещен человек? Ну, когда человек крестится, вот что такое крещение? Надо же тоже понимать, что такое крещение. Мы, когда разбираем, проводим беседы перед крещением, да, я вообще никогда не крещу без бесед. Это принципиально. Вот как вышло постановление Священного Синода, все, только через беседы. И люди с удивлением узнают, что крещение – это вообще-то не традиция, а это такая глубина, которую представить невозможно. Я говорю, пожалели, что пришли на беседу? А она вообще-то полтора часа. Нет, говорит, не пожалели. И с некоторыми людьми прям видно, что они даже и расставаться не хотят, они прям хотят продолжать, еще какие-то вопросы накидывают. Ну, сидим и два часа, если это нужно. И вот когда человек крестится, то есть соединяется в единое тело, вот мое тело – это уже не мое, а это уже часть тела Христова. Мы со Христом одно целое, одно тело. Вот. Как и все православные христиане. Почему церковь по-другому называется тело Христово? То есть не только то тело, которое мы вкушаем на литургии, но и вся церковь – это тело Христово, потому что мы все часть этого большого организма. Вот. И в этот животрепещущий момент человеку присваивается имя. Это, конечно, не кодовый какой-то номер, но тем не менее это имя, да? Это же и не пустозвук какой-то. Это все-таки, да, очень важно. Поэтому с каким именем ты крестился, такое имя ты и носишь. Это было бы странно поменять имя. Ну, это проявить неуважение к самому акту присоединения к телу Христову. Ты присоединился с каким именем? С таким, ну и носи его по жизни. Зачем? Что? Что случилось? Вот. Другое дело по поводу имен из других национальностей, из других национальных культур, хотя и православных, да, вообще проблем никаких нет. То есть мы молимся и записываем записки за людей, крещённых любыми именами. Любыми. Неважно, есть в святцах это имя, нет в святцах этого имени. Во-первых, в каждой православной национальной культуре есть свои святцы. И этих святцев, синодиков, так называемых, столько, что их представить невозможно. И там столько имен, что мы даже не представляем. Вот там такие бывают имена, встречаются, что... Батюшка, святцы это, ну, такой список святых, прославленных в церкви с именами святых, в честь которых мы потом крестим. Да, и эти имена бывают именно национальными. Там какой-нибудь Ульрих, например. Что-то подобное. Вот. Я с удивлением, например, узнал, что имя Эдуард, ну, Эдик, мы... А как он крещён, да? Всё прочее. Оказывается, это имя носил святой английской православной церкви. Ну, в смысле носил, носит. Он канонизированный, святой. По-моему, Артур тоже канонизирован. Но это всё там, в Англии, да, в английской православной церкви, это в их синодиках. Ну, мы можем запросто их поминать, таких людей с такими именами. У них даже покровители святые есть, если уж на то пошло. Поэтому, ну, в этом плане проблем-то вообще никаких. Батюшка, а что делать, если человек не помнит, с каким именем его крестили, нет свидетельства о крещении, и близкие, но они знают, что крестили каким-то другим именем, но не знают, с каким. Как им поступать в этом случае? В этом случае я бы дал совет регистраторам. Да, прежде всего. Пишите те имена, какие вам люди называют. Даже если они не помнят там, крещённые, не крещённые, там и так далее, да, с какими именем они крещённые, пишите, что вам называют. Мы священники, мы в алтаре как-нибудь разберёмся сами. Я понял. Батюшка, а как быть в ситуации, когда ты не знаешь, вот, да, ну, самое распространённое, за упокой, когда ты пишешь близких людей, ты не знаешь, крещён он или нет. Как в такой ситуации человеку поступать? Серьёзная, серьёзная ситуация. Вот это очень серьёзная ситуация, потому что, ну, вопрос идёт о том, что ты, как предстоятель, имеешь ли право заставить церковь помянуть человека, который не хотел быть частью церкви. Я имею в виду некрещённого. Это очень серьёзно. Но это неизвестно. А может быть, он хотел. И может быть, он был. Но мы не знаем. Мы можем гадать на кофейной гуще, но, может быть, лучше воздержаться от такого поминовения гласного, да, а про себя, как за любого некрещённого, помянуть, да, помянуть можно. Вот. Хотя есть мнение, что лучше уж тогда помянуть некрещённого, чем отказать в поминовении крещённому, да. Есть и такое мнение. Ну, то есть, кто во что. Тут уж каждый решает для себя, да. Каждый священник берёт на себя ответственность. Отец Павел, и вопрос касается непосредственно уже самой записки, ну, насколько важно вот указывать различные детали, и почему они вообще указываются в записках. То есть, мы знаем, что... Сын дяди Володи. Да, да, да. Да, то есть, у нас указывается... Поясню несколько моментов, и вы уже потом дадите свой комментарий. Да, да. У нас указывается возраст. Младенец — отрок. Да, то есть, младенец до 7 лет, отрок с 7 до 14 лет. У нас указывается положение женщины в плане беременности. Если она беременна, мы пишем непраздное. Если... Тоже интересный момент. Если ребеночек родился, но еще не крещеный, то надо же как-то молиться за маму с детьми. Мы пишем там такую-то, например, Марию с очадом или с очадами, потому что они еще не крещеные. Даже за крещеных так пишут. Даже за крещеных, когда не помнят имена с очадами. Когда, может быть, имен много, то пишут там имя со сродниками, чтобы уже точно за всех помолиться. Ну, понятно, священный сан, когда речь идет о применениях священнослужителей. Здесь все понятно. Ирей про это, ирей. И болящий. Тоже мы пишем, если человек болеет, чтобы было особое внимание к этому имени, сугубо молитва о болящем. И еще очень интересный момент касается... Второй, когда мы пишем записки за упокой. Там вот о здравии мы писали. Ну, там часть там за упокой тоже пишется, возраст указывается. За упокой мы указываем, если человек новоприставленный, то есть, значит, представился недавно, до 40 дней. И еще момент. Ну, да, там мы пишем воины, тоже отмечаем звание, да, по аналогии, что вот есть звание чин священнослужителей, да, также есть воинское звание. Воин общий мы обозначаем в записках. И еще есть почему-то такая тенденция у некоторых людей писать, каким образом там умер человек. Вот это вот тоже вопрос. Там пишут там сгоревший, невинноубиенный. Вот этого не встречал. Да, там разбившийся. Убиенный встречал, да. Да, или там указывают, что там девица. То есть, вот, бачка, насколько важно вот эти все детали указывать в записке, когда пишет человек? Или на самом деле это, ну, не играет какого-то серьезного такого значения? Ничего страшного, если вдруг человек там где-то ошибся или что-то не указал? Вот на мой взгляд, это попытка экзальтированных женщин, которые очень эмоциональны, выжить такие из батюшки лишнюю слезу на молитве. Ну, он же еще младенец, батюшку помяни. А то батюшка, как говорится, не сообразит, что надо о всех печалиться. Это наша функция, это мы этим дышим. Вот. Ну, пред Богом-то какая разница? Младенец он, воин он, какая разница? Вот. Как один батюшка шутил, вот, говорит, пишет, убиенного такого-то, и что, говорит, хотят сказать, что если я его помяну как убиенного, он воскреснется, что ли? Что произойдет-то? Ну, ничего же не произойдет такого. Вот. Поэтому все эти прибавки, они, ну, это больше народное творчество. Тем более, что, ну, например, отрок, да? Отрок. Вот. Вы произнесли, что отрок до 14 лет. Но можно интерпретировать это и по-другому. Ведь, почему мы говорим, что отрок до 14 лет? Потому что по законам Византийской империи в 14 юношу можно было уже венчать, но девочку можно, девушку можно было венчать в 12. То есть отроковица тогда уже до 12. И они считались, ну, в какой-то мере совершеннолетними. А у нас совершеннолетние по законам сегодняшнего российского государства во сколько? 18. 18. То есть мы совершенно свободно можем интерпретировать этот канон, что отроки до 18 лет. Вот. А в Америке, по-моему, до 21. В 21 там полное совершеннолетие. То есть до 21 там какое-то ограничение с 18, ну, а потом уже 21, ты уже совершенно полноправный человек. Ну, все, отрок получается до 21 года. Ну, и как тогда будет? То есть все плавает, и все меняется, и запутаться можно. И можно реально запутаться. новопристальный, новопристальный, ну, опять же, это традиция, до 40 дней писать новопристальный. Но на участь человека это никак не влияет. А по поводу вообще эффективности молитвы, вот все вот эти вещи люди пишут для чего? Почему они хотят из батюшки что-то выжить особенное, чтобы он как-то проникся? Ну, чтобы молитва была более эффективной, так скажем. Вот по поводу эффективности молитвы нужно сказать следующее. Не пытайтесь схватить Бога за бороду. Я уже говорю это, какую передачу, да, не один раз. Не надо пытаться заставить Бога делать то, что вам надо. Вот. Вы даже если получите то, что вам надо, вы еще взводите может от этого. Неизвестно, как все повернется. Вообще неизвестно. Потому что вот и по поводу эффективности, да, вернусь к этому моменту. Вот бывает за человека молишься и про скомедию заказную, и там сугубо его поминаешь, и вот и переживаешь за него, ну, когда переживаешь, что душа-то, сердце-то молится за человека, ты же вопишь, помилуй, а ничего не происходит в его судьбе, ничего не меняется. А бывает человек позвонит, батюшка, вот дочка попала там в реанимацию, ожог и температура, все прочее. и батюшка бывает закрутится, забудет у него тут воскресную школу, тут еще, на следующий день звонит этот человек, говорит, батюшка, вот только тебе позвонил, у дочки сразу температура упала, ее перевели в общую палату. Вот как? Батюшка лбани перекрестил, но он забыл тупо, он воздохнул и побежал дальше. он ничего официального не сделал, а эффект поразительнейший. Вот так. Потому что, видимо, так было нужно. Батюшка, но вот вы сейчас такую интересную тему подняли по поводу эффективности молитвы, и как объяснить человеку, который пригласил священника, например, помолиться вместе с ним, который не первый день в храм ходит, и который просто потом говорит такие вещи, что батюшка, мне не помогло. Вот мы допустим, пришли дети на молитву перед экзаменами, и учитель потом говорит, вот вы знаете, дети, которые вообще не ходили в церковь, они лучше написали, а вот те, кто пришли, они хуже всех написали. Не помогает батюшка, не работает. Или пришел, ты там по работе, человек занимается там бизнесом или еще чем-то, говорит, давай помолимся, вот в требнике есть столько молебнов, мы с вами вспоминали, как раз непосредственно то, что касается твоей деятельности. Все, человек не хочет потом священника сказать, говорит, мы помолились, у меня только хуже все стало. Или человек, который много лет там, кто-то у него страдает, там болезнь, зависимость, говорит, я много лет хожу в храм, исповедуюсь, молюсь, причесть, Бог не помогает. И у людей возникает вопрос, почему-то, почему Бог мне не помог? Я сделал все. И как вот, батюшка, как ответить вот таким людям, почему Бог не помог? Я вообще в процессе размышлений еще на эту тему, поэтому буду делиться мыслями, это черновая заготовка, я их еще шлифую, сразу предупреждаю. Ну, во-первых, как мы уже говорили об этом, да, на другой передаче, что Бог, он свободный, и он имеет право любить нас не так, как мы это себе представляем. Поэтому, если у тебя что-то не удается, даже помолившись Богу, и ничего не происходит, это не значит, что Бог тебе не помог. Может, он как раз и помогает, пытаясь тебя направить в другое русло. Может быть, ты, не знаю, прекрасный садовод, любитель, или там, умеешь прекрасно переводить бабушек через дорогу, а ты тут бизнесом каким-то непонятным занялся. У тебя там, наберешь кредит, у тебя грохнут какие-нибудь там бандиты, и все. И что, ну что это такое? Поэтому вопрос свободы человека и Бога. Тут глубокая вещь, это такая, да? И насколько, где кончается свобода Бога, если уж на то пошло, да? Она не кончаема, она бесконечна. Но тем не менее, Господь же говорит, что верьте, что получите, и будет вам, будет просимое. А тогда вопрос в другом. А то ли мы просим? О том ли мы воздыхаем? О том ли мы воздыхаем? Человек вот воздыхает о деньгах, воздыхает, воздыхает, просит, просит, воздыхает, воздыхает. Бац, у него какая-нибудь тяжелая болезнь. И собирает ему на операцию всем миром. Денег, море. Несколько миллионов долларов. Ну, там такая операция. Фонд благотворительный, один, второй, третий все собирают, набрали, прооперировали. Деньги были, в руках были. Вопрос, счастье от этого есть? Нет. Поэтому деньги – это дело такое. Или с тем же самым здоровьем. Человек просит, молится там, Господи, помоги, да вот это вот все. Посмотри, как ты жил до болезни. В храм ходил? Не ходил. Грехи какие творил? Ух, там грехов было. Вот, и так далее, и тому подобное. Дай тебе здоровье. Для чего ты просишь здоровья? Для того, чтобы вернуться к тому образу жизни, в которой ты жил. Погибнешь и пойдешь по ад. Что это, хорошо? Нет. Позволь Богу любить тебя так, как Он это считает нужным. Хватит диктовать Богу свое впечатление о любви к тебе. Отец Павел, а мы можем предположить, что мы просто можем элементарно не знать всего того промысла, который совершается в нашей жизни. Что человек вроде, видимо, молится о каких-то своих проблемах, бедах. И вроде ему кажется, что ничего не меняется, ничего не происходит. Или наоборот, даже стало хуже. Но опять же, мы же не можем заглянуть за занавес вот этого божественного промысла. Может быть, Господь, наоборот, уберег человека еще больше беды. Или наоборот, его готовят к какому-то еще большему возмущению через, опять же, временные какие-то скорби или переживания. Даже как вспомнить пример с апостолом Павлом, которого, когда он изгнал духа пророческого, его избили палецами и посадили в тюрьму. Но это обратилось в итоге во спасение того охранника, сотника, который сторожил апостола Павла и всего его семейства. То есть, казалось бы, вроде здесь такое испытание, искушение. Но почему? Почему Бог попустил, чтобы избили апостолов и посадили в тюрьму? А в итоге это привело к явящей славе имени Христовому. Ну, это очень, конечно, круто. Такие примеры можно и подиже. Прикинь, вы же классные. Вот если вернемся к нам, как говорится, да. Отец Павел, у нас уже время буквально, минута буквально осталась. Так вот, по поводу ничего не меняется. Во-первых, меняется. Меняешься ты сам, господин хороший. Меняешься. В этих скорбях меняется твое сердце. Ты становишься похож на человека. На того человека, каким тебя задумал Бог. Это разве мало? Это разве не промысел? Это и есть промысел Божий. О спасении человека. Ну, дай Бог, батюшка, чтобы люди наши не боялись идти в храм, писать записочки о здравии, о упокоении, чтобы находили все-таки общий язык с людьми в церкви, в церковной лавке, со священниками, в плане поминовения. Мы выяснили, что можно молиться, даже если ты не знаешь имени с тем, которое есть. И там Господь уже все-таки, Господь, который есть любовь, обязательно поможет тем, за кого мы молимся. И чтобы люди все-таки, которых если вдруг что-то сразу не исполняется в жизни, не унывали, не отчаивались, но не переставали верить и стучаться в двери Царства Небесного к Богу. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Ангелы всем храницей или с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok